Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... сделать некую альтернативу, я бы ее назвал евразийскую альтернативу образовательного пространства, причем альтернативу в хорошем понимании, потому что любой процесс он требует некого, так сказать, сопоставления и анализа, и некой взвешенности. Я думаю, что и европейским странам есть что взять с вот этой категории, а именно евразийского, скажем, образовательной вот этой инициативы. Думаю, что, конечно, идея единого образовательного пространства действительно не нова, потому что очень многое сделано было и в плане, скажем, единого образовательного пространства стран СНГ, много нормативных документов, много ряд позиций проведено, но существенных продвижений, в общем-то, можно констатировать, что по времени я тоже считаю, что в какой-то момент мы упускаем, а сегодня очень дорого со временем, потому что время слишком скоротечно, и в этой связи, конечно, вот такое обсуждение по поводу нового формата евразийского образовательного пространства очень актуально и необходимо. Существует масса проблем с модернизацией образования, которые происходят во всех наших странах, и усилия каждой отдельной страны, может быть, здесь недостаточно, здесь нужна некая интегрирующая позиция, вот идея, может быть, единого образовательного пространства в этом смысле играет фундаментальную позицию. Тем более, что мы сейчас перешли и в Россию, и в Армении, давно уже функционирует двухступенчатая, скажем, форма образования, бакалавриат, магистратура, но давайте будем искренне в этих вопросах, что, тем не менее, скажем, я высказываю свою точку зрения, скажем, институт магистратуры, тем не менее, на нашем пространстве недостаточно правильно сформирован. Скажем, насыщение образовательной частью можно было бы более насытить, скажем, соответственно, научной составляющей, поднять уровень магистратуры до исследовательской магистратуры, разгрузив тем самым бакалавриат, скажем, с той реформы, которая произошла в Армении по средней школе, перевести ряд общеобразовательных, скажем, университетских дисциплин в старшую школу, разгрузив бакалавриат, усилив бакалаврят, и тем самым усилив степень магистратуры. Вот это, например, достаточно актуальная, перспективная задача, которая в рамках, скажем, нового образования, единого евразийского образовательного пространства может быть важной задачей. Я приветствую и считаю, что очень актуально, поддерживая идею единого образовательного пространства в рамках евразийской интеграции, подчеркиваю, как основной вывод для себя, что, возможно, нам предстоит выработать некую альтернативу в хорошем смысле, потому что односторонность европейской интеграции, я думаю, что она тоже требует неких дополнений. И эти дополнения у нас на нашем пространстве, по-моему, они есть, и это будет интересно и в том числе нашим европейским коллегам. Евразийское пространство будет создано прежде всего тогда, когда обычные люди поддержат это пространство. Потому что, мне кажется, это пространство, вот как Советский Союз раньше держался, он держался не только на пропаганде. Помните, 24-й съезд, там Брежнев прогласил созданную новую общность, советский народ. В этом, может быть, идеология была, но в этом какая-то сермяжная правда была. Если мы хотим создать евразийское пространство, мы должны сделать так, чтобы народу это было интересно, чтобы это не было, грубо говоря, решение кабинетное. Научно-технический прогресс, он всегда развивался не только в мирной сфере, но и в военной сфере. Это было в начале 20-го века, что привело к, как мы знаем, нескольким мировым войнам. И сейчас мы видим, что оружие, основанное на новых физических принципах, скажем, технологии, связанные с беспилотниками, они тоже эффективно развиваются. И каким образом это будет отражаться на ситуации в том же евразийском пространстве, мы можем себе представить. Хотя бы потому, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. Поэтому здесь я, к чему все это говорю, очень правильно, на мой взгляд, правильный тезис, и он тревожно звучит, что духовная сторона, она немножко, или иногда даже весьма значительно отстает от стороны экономической, материальной, технической. И задачи, в том числе и синхронизации образовательных реформ на постсоветском пространстве, они должны, конечно же, на мой взгляд, преследовать цель в том числе и выработки некоторых духовных, цивилизационных общих ориентиров, которые позволяли бы нашим странам, России, Армении, странам Центральной Азии, для которых это тоже все актуально, противостоять вот этим всем вызовам и многим другим, о которых я не упомянул. Прежде всего, здесь, конечно, многое зависит от России, потому что, с одной стороны, да, безусловно, Россия – западная цивилизация, но, с другой стороны, это всегда некий альтернативный Запад. И для партнеров по евразийскому пространству это был альтернативный Запад, который предлагал другие схемы взаимодействия, схемы, которые позволили нашим народам столетиями существовать в условиях, так сказать, относительной безопасности, скажем, межнационального мира, согласия и так далее, и так далее. Продолжение следует...